В Лос-Анджелесе есть такая поговорка Если вы богаты, то живете в Беверли-Хиллз Если знамениты, то в Малибу Ну а если вам в жизни повезло, то вы живете в Пасифик-Полисейс Именно об этом районе сегодня я вам подробно расскажу То есть район вот этот Пасифик-Полисейс, где мы сейчас находимся Окружен такими престижными, не менее престижными районами Как Малибу, Санта-Моника, Брентвуд Ну и Топенго с его парковой территорией Если говорить немного об истории этого района То основан он был, как и множество районов в Лос-Анджелесе Теми самыми режиссерами, продюсерами То есть людьми, которыми имели непосредственное отношение к кино В общем, исторически в Пасифик-Полисейс так и сложилось Что здесь стали с 20-х, 30-х годов прошлого века Жить, вернее, переезжать из уже основавшегося Беверли-Хиллз Звезды, Голливудские звезды То есть среди знаменитостей, которые когда-либо жили Или живут в Пасифик-Полисейс Можно назвать, наверное, пару сотен известных имен Среди них режиссеры Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс Энтони Хопкинс, который жил здесь почти 25 лет И вот только продал один из своих последних домов Пасифик-Полисейс, окончательно переехав в соседний Малибу Также из известных актрис здесь живет Кейт Хадсон Чита Рейганов жила здесь То есть 40-го президента США Рональд Рейган со своей женой Нэнси А также несколько известных писателей Включая Генри Миллера, Томаса Мана И дом его, кстати, до сих пор сохранен На известной улице Сан-Рэйма в районе Ривьера О которой я сейчас расскажу То есть район просто переполнен селебрити То есть если вы выйдете здесь на ту плазу, с которой мы только что приехали сюда В этом районе Хайланд, где мы сейчас находимся То вы можете увидеть совершенно приличных, одетых людей Которые в целом очень сильно отличаются от основной публики Лос-Анджелеса в лучшую сторону И еще раз хотела бы сделать акцент на том, кто живет здесь То есть население здесь составляет около 30 тысяч человек И средний возраст местного жителя около 45-48 лет Ну и доход на душу населения, вернее на семью в Пасифик-Полисейд Почти в полтора раза выше, чем в Беверли-Хилл Составляет почти 200 тысяч долларов Давайте я кратко зафиксирую все-таки, чем славится район Пасифик-Полисейд Помимо близости непосредственно к Тихому океану Конечно же, это удобная инфраструктура То есть, во-первых, близость всех магазинов, кафе, ресторанов Причем многие из этих кафе, ресторанов именно такие органичные, органической еды Здесь много веганских кафе, даже проходит фестиваль ежегодный веганской еды Вместе с одним из еврейских праздников Здесь же через дорогу находится магазин Ерихон Который также я отмечала в комьюнити в районе Колобасос Который также находится и в Беверли-Хилл То есть, те, кто предпочитает здоровый образ жизни и органическую еду Конечно же, привлекает и бросается в глаза здесь ухоженность дорог, тротуаров То есть, если вы сейчас выйдете в Пасифик-Полисейдс вечером, у нас сейчас 5 вечера То увидите множество людей, прогуливающихся просто по таким тротуарам Что, опять же, редкость для Лос-Анджелеса Естественно, утром и по вечерам здесь народ бегает по дорожкам Дети катаются на велосипедах Ну и пожилые, естественно, просто ходят и гуляют по улицам И дышат свежим океанским воздухом Также хотела бы отметить, что здесь, опять же, как и в предыдущем районе, о котором я делала обзор в Колобасос Здесь очень низкая преступность на очень низком уровне Ну и практически отсутствуют бездомные То есть, несмотря на то, что Пасифик-Полисейдс ограничится с районом Санта-Моника Который на весь уже мир славится тем, что там на пляже собирается очень большое количество бездомных Ну и в соседнем Венесе В Пасифик-Полисейдс вы практически не увидите бездомного на улице Здесь курируют полицейские ежесуточно, ежечасно И вы не увидите никакого беспорядка Конечно же, основной отличительной чертой Пасифик-Полисейдс От большинства районов Лос-Анджелеса является его многокилометровый пляж Основной из них это Вилл-Роджерс пляж А также небольшой кусочек около 18-й спасательной будки Так называемый Джинджер-Роджерс пляж Который славится своей терпимостью к людям с гомосексуальной направленностью На территории Пасифик-Полисейдс также находится известный Вилл-Роджерс поло-клаб Я бы сказала, единственный в своем роде на западном побережье функционирующий по полной программе поло-клаб На котором вы можете своих детей или сами научиться кататься на лошадях Играть в эту британскую игру интеллектуальную поло То есть ничего такого подобного в Лос-Анджелесе или в Южной Калифорнии похожего на Вилл-Роджерс вы не найдете И в отличие от соседних Санта-Моники и Малибу В Пасифик-Полисейдс вы не встретите ни одного отеля То есть единственное, ради чего туристы могут заглянуть в этот район Это знаменитый парк Батерелигии, но, опять же, не настолько раскручен, насколько он мог бы быть раскручен То есть там запрещено использование телефонов, запрещено делать видеосъемки, фотосессии и так далее Ну, в исключительных случаях А также, кроме вот этого Вилл-Роджерса поло-клаба, о котором я только что сказала То есть большего туристов здесь, можно сказать, на ежедневной основе не встретите Что касается стоимости домов, то дома на плоскости, где мы сейчас находимся, стоят в районе 5-8 миллионов долларов Например, дом, сейчас выставленный за мной на продажу, стоимостью 4,9 миллиона долларов Это новый дом, только что построенный То есть дома такого плана здесь будут стоить около 4-6 миллионов Ну, а дома в горах, особенно если мы говорим о районе Ривьера, который находится высоко в горах Мы, конечно же, можем встретить дома с потрясающими панорамными видами на океан и горы То есть там вы можете сочетать Там находятся дома с необыкновенным для Лос-Анджелеса сочетанием Когда у вас днем вид на океан, а вечером на ночные огни Давайте я остановлюсь чуть более подробно на нескольких из самых популярных районов Пасифика-Палисейц Первый из них это так называемый Alphabet Street То есть названные именно по первым буквам английского алфавита ABCD и так далее Название этих домов, названные эти улицы в честь епископов Которые основали на район Пасифик-Палисейц еще 100 лет назад То есть район тут находится к северу от Sunset Boulevard И буквально в пешей доступности от той Пасифик-Палисейц-Виллдж, где мы только что были И все-таки являются одними из самых доступных в Пасифик-Палисейц То есть там можно купить небольшой домик порядка 250-350 квадратных метров за 1,5-2,5 миллиона долларов Вторым доступным районом, находящимся к северу от Sunset Boulevard Я бы тоже хотела отметить Маркес и Маркес Нолс Он находится, граничит с Тихим океаном и тянется от Тихого океана к северу от Sunset Boulevard То есть там дома от 2,5 до 6 миллионов долларов построены Они были чаще всего в 50-х годах Имеют вот этот уникальный для Лос-Анджелеса своеобразный такой дух mid-century И многие дома именно обладают панорамными видами на океан, которого многие здесь ожидают Если говорить о районах уже более высокого уровня То я бы хотела отметить район The Bluffs, который находится уже к северу от Sunset Boulevard И также граничит с океаном непосредственно И стоимость домов там варьируется от 8 до 12 миллионов долларов за новые постройки Также новые вот эти дома чаще всего находятся именно на обрыве И имеют панорамные виды на океан от Санта-Каталины до Малибу Отдельно хотелось бы отметить один из наиболее престижных районов Не только Pacific Palisades, но и вообще всего Лос-Анджелес Это район Ривьера, который находится по обе стороны от Sunset Boulevard И названия улиц которых больше напоминают итальянские места, итальянские города, чем США То есть среди улиц, находящихся на территории Ривьеры Вы можете услышать Амальфи, Корсика, Наполи, Сан-Рема и так далее То есть даже по внешнему виду вы можете подумать, что вы находитесь где-то на побережье Амальфи в Италии Именно здесь на территории Ривьеры находится знаменитый гольф-клуб Ривьера Или так называемый The Reef, как его называют местной стоимостью вступления В который варьируется в районе 250 тысяч долларов Это не считая ежегодный сбор То есть на территории этого гольф-клуба находятся одни из лучших полей Вообще в принципе Южной Калифорнии И на одни из самых сложных лунок То есть даже тот самый Tiger Woods, который здесь играл почти 15 лет Ни разу не выиграл на этом поле и уже вычеркнул его из списка Именно на территории этого гольф-поля проводится каждый февраль так называемый LA Open То есть турнир по гольфу Ну и в 2028 году в рамках Олимпийских игр Лос-Анджелеса Также именно на территории этого гольф-клуба Ривьера будет проходить соревнования по гольфу Дома в Ривьере по площади больше, чем в принципе в остальных районах Pacific Palisades Также отличаются и большими участками в среднем от 10-15 соток и больше Если говорить о людях, которые ищут приватность Например, переезжая из Беверли-Хиллз в Pacific Palisades То помимо приватности они здесь также получают потрясающие виды на океан Но и стоимость этих домов варьируется от 10 до 50 миллионов долларов Также среди наиболее интересных районов Pacific Palisades Можно было бы отметить район Костелло-Мары Который вытянулся вдоль побережья Тихого океана И уже граничит с Малибу На территории именно этого района находится знаменитая вилла Гетти Не путаем с Гетти-центром в районе Беллеер В Брентуде, на границе Брентуда с Беллеер И стоимость домов там варьируется от 2,5 миллионов до 10 В зависимости от вида и размера Ну и последний район, о котором я бы хотела сказать Это район Хантингтон Который находится на плоскости к югу от Сансета И отличается широкими улицами То есть, например, если мы говорим о Ривьере Или о Хайланд Там более такие извилистые улицы Которые больше напоминают, например, Голливудские холмы В районе Хантингтона Там широкие улицы, как Беврили Хиллс, тротуары Зеленые газоны и так далее И дома там пользуются высоким спросом у семей с детьми Потому что обладают также большими участками Некоторые дома также имеют вид на океан Ну и стоимость домов там варьируется от 8 миллионов до 20-25 за новые конструкции Ну и напоследок я бы хотела упомянуть о наиболее, наверное, уникальном районе Пасифик Палисейдс и вообще Лос-Анджелесе Так называемый Растик Кеннин Находится он далеко Спрятан глаз, людский глаз И многие дома, большинство домов на территории этого района Были спроектированы известными архитекторами Такими как Фрэнком Ллойдом Райдом, Ричардом Ньютро, Чарльзом Имс То есть один из кейс-стадий Холмс, дом номер 9 Был спроектирован в 1949 году И построен этим архитектором Чарльзом Имсом Который до сих пор имеет там свою штаб-квартиру И находится также на территории этого района Также чем отличается этот район от других Это тем, что, если я забыла упомянуть Пасифик Палисейдс был всегда районным непьющим официально То есть здесь никогда не приветствовался такой образ жизни алкогольный Поэтому во время сухого закона в 20-30-х годах Многие голливудские звезды, приезжавшие в Пасифик Палисейдс Приезжали сюда ради одного соушел-клаба так называемого Его называли аплифтерс То есть это был дом на территории большого участка Куда многие селебрити приезжали для того, чтобы поразвлечься То есть выпить какие-то напитки, послушать музыку, пообщаться и так далее И клуб этот пользовался бешеной популярностью вплоть до Второй мировой войны После окончания войны его разобрали и превратили уже этот соушел-клаб в рекреационный центр Сейчас там находится небольшой парк с теннис-кортами и так далее Куда вы просто можете прийти и отдохнуть Район Растик Кэннион, хотел бы просто добавить Очень подходит тем, кто ищет приватности Но при этом хотел бы жить непосредственно в центре города То есть это именно тот район, где вы можете позволить себе жить на 2-3 акрах земли Будучи непосредственно в центре Лос-Анджелеса Стоимость домов в Растик Кэннион составляет от 5 миллионов до 30 В зависимости, опять же, от размера, от эксклюзивности Ну и размера участка, непосредственно участка, на котором он стоит Одним из самых дорогих домов, выставленных сейчас на продажу в Пасифик Полисейт Ивляется известный дом Мэтта Дэймона Который он выставил на продажу буквально пару месяцев назад 21 миллион долларов И где он прожил почти 12-14 лет со своей женой То есть дом этот был построен в 2004 году И построен он в таком стиле, такой болинезийской или даже гавайской виллы Обладает он семью спальнями, десятью ваннами Примерно находится на участке в акрах земли Вы можете посмотреть здесь фотографии, которые мы разместим То есть в доме в этом есть все для полноценного времяпровождения Включая сауну, спортзал, офис, бассейн, джакузи Большой двор плоский, окруженный средиземноморскими пальмами Ну и многое другое Ну и на этом я бы хотела подвести итог своему видео Еще раз хотела бы поблагодарить всех своих подписчиков За то, что смотрите, за то, что пишите мне комментарии Задаете вопросы, ставите лайки Я рада делиться с вами полезной информацией Собственно, для этого я и снимаю свои видео Пишите мне, если вас интересуют какие-то другие районы Лос-Анджелеса, пригороды Я обязательно сделаю обзоры в дальнейшем районах Оранж-Каунте, нашего соседнего района Ну и буду ждать вас в следующем своем видео До встречи в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, в США До встречи в Лос-Анджелесе, в США